В Караганде почтили память ликвидаторов аварий на Чернобыльской атомной электростанции. Отдать дань памяти погибшим пришли родственники ликвидаторов, школьники и студенты, а также представители местных властей. На ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС из Казахстана за все время было направлено порядка десятка тысяч человек. По последним официальным данным, в настоящее время в Казахстане осталось всего более шести тысяч ликвидаторов аварий. В Караганде их 257 человек. Среди них Иван Науменко. Его забрали в Чернобыль 9 мая. В ликвидации принимал участие в качестве командира роты инженерно-соперной группы, вспоминает чернобылец. Работали ребята не за страх, а на совесть. Надо признать, в то время мало кто задумывался о последствиях. Сейчас мы пожинаем плоды этой аварии. Из тех, кто побывал в Чернобыле, с каждым годом остается все меньше ребят, говорит Иван Константинович. Вся 30-километровая зона моя, ну хотя мы и были в 10-километровой зоне, в 8-килом, но в основном была 30-километровая зона. Мы именно по всей Гомельской области именно ходили. Ну что, хоронили технику, которая фонит очень, хоронили лен, косили и закапывали его. Ну и, соответственно, устанавливали знаки «зараженная зона». Каждый из чернобыльцев мысленно вспоминал те годы. Все началось с того, что в ночь на 26 апреля 1986 года во время испытаний на 4-м энергоблоке станции произошел взрыв и пожар. В результате был полностью разрушен реактор. В окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ. Для ликвидации последствий аварии на станцию прибыли специалисты из разных уголков страны. Тогда было необходимо, во что бы то ни стало, в рекордно короткие сроки установить саркофаг над взорвавшимся реактором 4-го энергоблока. Работа по строительству саркофага, дезактивации станции и прилегающей территории в основном легли на воинов советской армии. Не считаясь с опасностью для собственной жизни, сотни тысяч людей делали все для того, чтобы уменьшить разрушительные последствия. Среди них более 30 тысяч человек приехали из Казахстана. Ликвидаторы получили высокую дозу облучения, которая стала причиной многих неизлечимых заболеваний. Из Карагандинской области на ликвидацию прибыли 3 тысячи человек, но вернулись только половина. И с каждым годом их становится все меньше. Представитель общественного объединения инвалиды-чернобыльцы Караганды Олег Ким сообщил, что сейчас их осталось 257 человек. По области около 560. В живых нас осталось еще меньше, чем в прошлом году, на 7 человек. 7 человек за год умерли и ушли из этой жизни по болезни, связанной с полученным облучением при участии на ликвидации последствий этой аварии. Представитель городского офицерского союза чернобыльцев заметил, что никогда не сожалел о том, что принимал участие в ликвидации аварии. На митинге реквиями заместителя Кима города Ирина Любарская отметила, что город помнит имена всех героев, принявших участие в борьбе с последствиями аварии. Усилия ликвидаторов аварии и героический, самоотверженный труд в период с апреля 1986 года по декабрь 1990 года позволили предотвратить глобальные последствия катастрофы. Ваш опыт по ликвидации аварии, трудовой героизм является для нас и в первую очередь для молодого поколения примером профессионализма и беззаветного служения Отечеству. Представители власти наградили благодарственными письмами тех, кто отдал самые лучшие годы своей жизни и здоровье Чернобылю. Отмечая этот день, мы чтим память погибших при ликвидации последствий катастрофы Чернобыльской АЭС, бесстрашных патриотов нашей земли. Мы будем всегда помнить мужество и самоотверженность.